Государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой присоединилась ко всероссийской акции «Ночь кино-2023». Участники мероприятия смогли погрузиться в мир отечественного кинематографа и проверить себя. Подробнее расскажет Дарья Тандит. На праздник кино в зале библиотеки собрались читатели, студенты, жители и гости города. Алана Халитова на протяжении шести лет регулярно посещает библиотеку. И была рада, что такое мероприятие проводят именно здесь. Она поучаствовала в квизах «Угадай фильм по мелодии», «По фрагменту», «По фразе» и получила памятный сувенир. Увидела вывеску «Кино-ночь» в 2023 год, поэтому я так и тут оказалась. А что тебе больше всего понравилось здесь? Киноквиз. Показывали отрывки из фильмов, мы должны были угадать. Мне вот это больше понравилось. Сотрудники библиотеки подготовили для участников «Кино-ночи» комплекс просветительских мероприятий. Организовали книжно-иллюстративную выставку из фондов Главной библиотеки Республики «Мир российского кино». Заведующая отделом общего абонемента Люаза Тикеева рассказала об истории кино, о новых книгах и порекомендовала лучшие произведения. В 1897 году в Париже в синематографе «Братьев Люмьер» были показаны первые киносеансы. Это было в Париже на бульваре Капуцинов. Есть такая кинокомедия. С этого момента и начинается триумфальное шествие кинематографа по всему миру. Уже восьмой раз Государственная национальная библиотека принимает участие во всероссийской акции «Ночь кино-2023». Мероприятие проводится с целью приобщения подрастающего поколения к чтению и популяризации отечественных литературных произведений. Интерес проявляют именно кино, а потом уже обращаются к нам, и впоследствии они более одухотворенно уходят от нас. Это самое главное. Вы знаете, что на сегодняшний день очень тяжело приучить наших детей к чтению высокохудожественной литературы. Но крайне это нам необходимо, потому что литература – это жизнь. Мероприятие закончилось показом нового российского фильма «Вызов». Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.